Вернувшись домой после работы, отец семейства решил спокойно посмотреть футбольный матч, не связывая себя домашними и родительскими обязательствами. Укладывать кричащих детей спать ему совершенно не хотелось. Однако, в этот вечер всему суждено было измениться, хлопнув дверью, жена ушла, потеряв терпение. Дети остались с отцом, безмятежный мужской мир с пивом на диване вдруг перевернулся. Вот что муж написал жене через пару дней, дорогая моя, пару дней назад мы поругались. Я пришел домой, валился от усталости. Было 8 часов вечера, и я просто хотел упасть на диван и посмотреть телевизор. Ты была в плохом настроении и тоже жутко устала. Дети дрались, а малыш кричал, пока ты укладывала его спать. Я сделал погромче, чтобы ничего этого не слышать. Я целый день проработал, чтобы ты все время могла оставаться дома и играть с детьми. Началась ссора, один за другим повалились аргументы. Ты плакала, потому что устала и злилась. Я много всего тебе наговорил. Ты кричала, что больше так не можешь. Потом ты выбежала из дома и оставила меня одного с детьми. Пришлось мне самому накормить их ужином и уложить спать. На следующий день ты не вернулась. Я взял выходное на работе и остался дома с детьми. Я целый день бегал кругами по квартире, не имея свободной минутки, даже для того, чтобы принять ванну. Я одновременно грел молоко, одевал детей и мыл кухню одновременно. Я был заперт дома на целый день, не имея возможности поговорить с человеком старше 10-летнего возраста. У меня не было возможности нормально сесть за стол и насладиться едой, надо было все время смотреть за детьми. Я чувствовал такое истощение, что мог бы беспробудно проспать часов 20, но это невозможно, потому что малыш просыпается и кричит каждые 3 часа. Я прожил без тебя 2 дня, я все понял. Я понял, как ты устаешь. Я понял, быть матерью – постоянная жертва. Я понял, что это намного тяжелее, чем сидеть в офисе по 10 часов. Я понял, ты пожертвовала своей карьерой и материальной свободой ради того, чтобы быть рядом с детьми. Я понял, что матери несут самую большую ответственность в обществе. Никто, к сожалению, этого не ценит и не превозносит. Я пишу тебе это письмо не просто для того, чтобы сказать, как скучаю по тебе. Я не хочу, чтобы еще один твой день прошел без этих слов, ты очень смелая, ты прекрасно справляешься и я восхищаюсь тобой. Роль жены, матери и домохозяйки в обществе, являясь самой важной, действительно ценится меньше всего. Покажите это своим родным и друзьям, чтобы все мы, в конце концов, начали восхвалять самую важную в мире профессию – профессию матерей.